Для Венсполса вопросы охраны окружающей среды всегда стояли остро. В городе действует несколько предприятий, чья деятельность влияет на окружающую среду. А вот влиять на решение вопросов, связанных с этой сферой, может любой человек нашей планеты, но только не самоуправление. Каждый житель, вне зависимости от того, где он живет, ему не надо быть ни гражданином, ни местным жителем, может подать иск в суд. Если ему кажется, что его право жить в качественной среде, под угрозой. Например, у последнего австралийского аборигена есть больше прав, чем у Рижской городской думы. У них больше прав, чем у самоуправлений, которые выбирает гражданское общество. Где логика? Латвийским самоуправлением должна быть обеспечена возможность участвовать в процессе выдачи разрешений на загрязняющую деятельность и возможность защищать интересы своих жителей в суде. Считает руководство Венсполской городской думы. На сегодняшний день суд не принимает от муниципалитетов заявления. Если самоуправление хочет защитить качество окружающей среды и обращается в суд, то иск самоуправления отклоняют, говоря, что самоуправление – это то же самое государство. А значит, самоуправление не может обращаться с иском против институций по охране окружающей среды, выдвигая требования выше, чем соответствующие институции выдвинули конкретным предприятиям. Необходимо внести изменения на законодательном уровне, согласно которым самоуправление сможет подавать свои предложения и возражения в государственную службу охраны среды, которая в свою очередь либо их принимает, либо мотивированно отклоняет. Под словом «мотивировано» понимается то, что у самоуправления будет право защитить свое мнение в вышестоящей институции и, наконец, в суде. Есть еще один вариант – предоставить возможность жителям обращаться в самоуправление, которое представляло бы интересы в решении конкретных вопросов. У жителей право обратиться в суд есть, но у них нет ни финансовых, ни интеллектуальных ресурсов, чтобы отстаивать свои предложения. Мы убьем сразу двух зайцев. Во-первых, мы улучшим их возможность отстаивать свою позицию в суде, потому что за них выступит самоуправление, если оно, конечно, поддерживает эту позицию. А во-вторых, самоуправление, сотрудничая с государственными институциями охраны среды, например, такие самоуправления, как Венсполская, Рижская или Валмерская, Лепайская, а также другие, компетентные, владеющие ресурсами самоуправления, смогут улучшить качество окружающей среды и требовать более высоких стандартов для своих жителей. Министр согласен с абсурдностью ситуации и готов продолжить дискутировать и искать решения возникших вопросов, которые принесут пользу жителям страны. Конечно, самоуправление выбирают жители. И у самоуправления должна быть возможность защитить интересы своих жителей, участвуя в этом процессе. Вопрос только в том, в какой форме это должно быть. Об этом мы будем дискутировать при разработке конкретного закона. Во время встречи с министром был поднят вопрос и о проблемах утилизации отходов. Латвия серьезно отстает в сфере переработки отходов. Кроме того, Венсполская городская дума предложила варианты региональной реформы и актуализировала вопрос поддержки детских садов. Об этом в следующем выпуске новостей.